Сура 65. Развод. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. О Пророк и его община! Когда вы даете женам развод, то разведитесь с ними по установленному для них сроку и отчитывайте этот срок. И остерегайтесь наказания Аллаха, Господа вашего, так же и при разводе. Выполняйте то, что он повелел, и прекратите совершать то, что он запретил. Не выгоняйте их, женщин, из их домов, где они проживают, и пусть они, женщины, сами тоже не выходят, пусть не покидают дом. Если только они не совершат явную мерзость, как при любодеянии, таковы границы, установленные Аллахом. А кто приступает к границе, установленной Аллахом, тот, значит, притеснил самого себя. Ты, о разводящийся мужчина, не знаешь, может быть, Аллах произведет после этого развода какое-нибудь дело, что ты решишь вернуть ее обратно. А когда они, разведенные женщины, достигнут своего предела, когда приблизится срок завершения их идды, то удерживайте их, о мужья, возвращайте до истечения срока идды, согласно принятому, добрым образом и с намерением соблюдать их права по шариату и как принято среди людей. Или расставайтесь с ними, позвольте, чтобы вышел срок их идды, согласно принятому, не причиняя им вреда. И для возврата разводимой жены, или же окончательного расставания с ней, призовите в свидетели двух справедливых мужчин, из числа вас, верующих, и, о свидетели, исполняйте свидетельство только ради Аллаха, а не для чего-либо другого. Этим, тем, что Аллах повелел, увещают того, кто верует в Аллаха и в последний день, в день суда. А кто будет остерегаться наказания Аллаха, исполнять его повеление и отстраняться от его запретов, тому он сделает выход из любого затруднительного положения. И он даст ему, остерегающемуся, пропитание, облегчит получение удела, откуда он и не рассчитывает. И кто полагается на Аллаха, полностью веряет свое дело ему, то для того он достаточен. Он избавит его от всего, что его заботит и беспокоит, как в этом мире, так и в вечной жизни. Ведь поистине, Аллах доводит свое дело до конца, никто ему не может препятствовать, и он не устанет от просьб. И уже установил Аллах для каждой вещи меру, определил сроки, место, размер и остальные пределы для всего. А те, которые уже отчаялись в месячных из ваших жен, для жен в возрасте, у которых месячных уже не будет, если вы сомневаетесь относительно их положения, то знайте, что их срок – три месяца, как и для тех, у которых еще не было месячных, для слишком юных жен. А у которых есть ноша, у беременных, их разводный срок, чтобы они сложили свою ношу, родили. И кто остерегается наказания Аллаха, тому он сделает в его деле легкость, облегчит дела и в этом мире, и в вечной жизни. И кто остерегается наказания Аллаха, того он очистит от его плохих деяний, простит ему грехи и увеличит ему награду за его благие деяния. «Поселяйте их, ваших разводимых женщин, там, где вы сами поселились, живете, по вашему достатку, по возможности, и не причиняйте им, разводимым женщинам, вреда, притесняя их, не вынуждайте их в разводный срок покидать жилье». Обеспечение жильем является одной из обязанностей мужчины. Не занимайте ее помещение и не поселяйте с ней тех, которые ей не по душе, чтобы вынудить ее покинуть свое жилье. А если они с ношей беременны, то расходуйте на них, пока они не сложат своей ноши, пока не родят. Беременную должен обеспечивать отец ребенка или же ее опекун. А если они, разведенные женщины, выкармливают для вас вашего ребенка, то вы давайте им их плату за кормление и советуйтесь об оплате между собой, согласно принятому, она должна быть в разумных пределах, не меньше и не больше. А если вы находитесь в затруднении, то будет кормить ребенка для него, для отца, другая кормилица. Если мать ребенка после завершения разводного срока отказывается кормить, или же отец ребенка не может заплатить ей за кормление, или же она не согласна на предполагаемую им сумму, то он должен будет нанять другую кормилицу. Но все же, если мать и кормилица согласны на одну и ту же сумму, то у матери в данном случае больше прав кормить своего ребенка. Пусть обладающий достатком расходует на содержание бывшей жены, которая кормит для него ребенка, из своего достатка, по мере своего богатства. А тот, у которого удел его ограничен, он беден, то пусть он расходует из того, что дал ему Аллах, по своей возможности. Не возлагает Аллах на душу сверх того, что он дал ей. Аллах не обязывает человека тратить на содержание своих иждивенцев больше, чем он ему дал. И Аллах устроит после тяготы облегчение, после бедности дарует богатство, если он будет остерегаться наказания Аллаха. И сколько много селений, их жителей, возгордилось над приказом их Господа и его посланников, стали неверующими, отвернувшись от повиновения Аллаху. И мы рассчитались с ними, с жителями тех селений, с сильным расчетом и наказали их тягостным наказанием. И вкусили они, те неверующие, пагубность своих дел, наказание за свое неверие, и последствия их дела, неверия, оказались убытком, погибелью. Приготовил Аллах для них, неверующих тех селений, сильное наказание. Остерегайтесь же наказания Аллаха, выполняйте то, что он повелел, и сторонитесь того, что он запретил, о обладающие разумом, которые уверовали. Вот уже Аллах низвел вам, о верующие, напоминание, пророка, который читает вам ясные знамения Аллаха, аяты Корана, чтобы вывести тех, которые уверовали и совершали праведные деяния из мрака заблуждений к свету истины. И кто верует в Аллаха и делает благое, того он введет в сады рая, где текут под ними, под дворцами и деревьями реки, и они пребудут в них, в райских садах вечно. И уже Аллах сделал прекрасным для него, для праведного верующего, удел в раю. Аллах, он тот, который сотворил семь небес и из земли, подобное же им, семи небесам. Аллах также сотворил семь земель. Нисходит повеление, откровение Аллаха между ними, небесами и землей, чтобы вы, о люди, знали, что Аллах над всем мощен, всемогущ, и что Аллах все объемлет знанием, всезнающ.